Нет, пускай лямину, пускай лямину. Перед выступлением обязательная распевка. В репертуаре Зульфии Богдановой в основном песни военных лет. Вот и сегодня для тех, кто выжил в страшной мясорубке, и для тех ветеранов, которых с нами рядом уже нет. Зульфия Богданова и еще десятки бардов исполняют знаменитые фронтовые песни. Хотим, чтобы и наши жители города Шимкенте, и области, и независимо, где живет человек, чтобы все-таки, сохранив память, и вписать страницы нашей памяти, наших дедов и отцов. Место проведения концерта выбрано не случайно. В парке Женус, что означает «Победа», военные песни звучат как-то по-особенному, говорит шимкентский журналист, поэт и бард Тахир Узденов. Сегодня он поет о том, что понятно каждому из нас, о страшном противостоянии фашизму и о героях Великой Победы. Причем исполняет он песни так проникновенно, что затрагивает каждую нотку души. В этом году великая дата, 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это была, наверное, самая страшная война за всю историю человечества. Погибло около 100 миллионов человек, в том числе 27 миллионов наших советских людей. И, конечно, мы следующие поколения, я думаю, что и наши поколения, которые пойдут уже за нами, никогда не забудут тот великий подвиг, который совершили наши деды и отцы. В музее Ерлык, что в переводе «героизм», любой желающий мог прикоснуться к живой истории. Глядя на оригинальные экспонаты, сегодняшние посетители говорят о силе стойкости людей, воевавших на полях сражений, и о тех, кто в военные годы трудился в тылу. И, конечно же, говорят о патриотизме и уважении к поколению настоящих героев. Зрители едва сдерживают нахлынувшие эмоции, словно в Торе словам знаменитой песни «Радость в 70-летний юбилей», поистине великой победы, всегда со слезами на глазах. Шудин Саидов, Амантай Ольбеков, Еруба Махашев, информационная служба, телекомпания «Отравь».